всем привет сегодня у нас деревенский влог который по традиции уже начинается с деревенского завтрака сегодня на завтрак у нас вкусная яичница из перепелиных и куриных яиц с нашего хозяйства всем приятного аппетита кто сейчас кушает ну а вы оставайтесь на нашем канале желаю вам приятного просмотра а у нас пополнение сегодня у нас окатилась то синька один козлик белый а второй бежевый взяла пеленочку сейчас буду забирать надо будет все почистить он послед отошел но я уже знала что она должна вот вот потому что на вчера тут яму копала сейчас будем сегодня эту подстилку как раз все менять сначала надо забрать козлят и подоить таську на будет орать наверно плакать будет ну вот то все подоила сушки думала она будет сильнее кричать особо на и не плачет это хорошо вот молозива все до сдаивать не стала полностью выми опустошать не стала где-то я читала или я смотрела видео не суть не помню говорили что полностью нельзя сдаивать молозива с козы потому что она ну как бы весь все силы то есть весь кальций с нее уходит и коза может упасть если ее полностью сдать не знаю правда это или нет в общем я полностью не стала сдаивать там еще в имени и оставила но это новеньким козляткам сейчас будем кушать наконец-то мы от таси дождались окота у нас очередное весеннее прибавление вот это вот козочка вот это козлик весь в папу они покушали о какие мордашки в молозиве козочка с сережками козлик тоже сережками и она по моему дает потрогаю до козочка комола а вот козлик будет у него завитушки будет рогатый это еще не все новости также у нас прибавление и в курятники такие вот маленькие цыплятки им сегодня второй по моему день на водичку другую поилку ставить в сарайке принести это они быстро выпивают и быстро опилками закидывают в общем весна идет полным ходом везде растет молодежь у нас окончательно наконец-таки оттаял снег на улице тепло вот я с этого года решила переделать полностью палисадник он у меня каждый год благополучно зарастает вообще надоело мне бороться с травой где-нибудь упустишь и все и потом бурьян вот ждала пока выйдут мои тюльпаны вот они все зелененькие по всходили здесь вот тут и вот там немножко подальше это у меня рябчик зашел королевский что хочу делать хочу выкопать сейчас тюльпаны посадить пока что их в ящики поскольку нет еще для них подготовленного места а здесь я буду делать альпийскую горку ничего здесь пропалывать не буду потому что это бесполезно у нас вот с этой травой бороться это надо все перекапывать выкорчевывать в общем этим я заниматься не буду буду все здесь этот участок застилать и по новой сверху закладывать землю ну и сажать цветы заново вот такой как бы у меня план даже если когда-то сорняк пробьется через коробку мне его будет проще контролировать чем когда вот такая вот целина в общем буду здесь полностью перепланировку делать ну как бы начну уже сегодняшнего дня вот сейчас буду выкопать потихонечку аккуратненько тюльпаны вместе с землей и переносить их в ящики прудик у меня перезимовал вроде бы хорошо то есть ванна не лопнула него надо будет также в ближайшие сейчас вот время почистить его мог немножко под засох потому что нет влаги нет воды наполнить его водой вот ну ванна здесь останется на штатном месте около альпийской горки надо просто ее только почистить так что вот так тут мои суккулентики красавчики а это не забудка тоже нужно ее почистить удалить старые листья до чтобы там вот смотрю уже свежие зеленые пробиваются в общем дать свежим листьям дорогу тут уяту я черенковать и вот ну в общем как то так еще вот это меня туя бесит просто раздражает я не знаю как ее формировать она растет у меня вот такие вот единым кустом вот либо как-то разделяет либо вот это все обрезать ее поднимать в общем я вот периодически только отламываю у нее ветки и как бы все но случайно конечно не специально вот ладно в общем запомним как было до и что будет уже потом после есть у меня вот такая вот старая мисочка алюминиевая когда-то с нее ели козлы вот они и все подпортили дно выгнули погнули в общем в общем она уже в принципе то и негодная да можно было бы выкинуть но поскольку у меня нет особо места на участке разработанного под цветы буду использовать старую старые ведра кастрюли и различную посуду которую можно выкинуть но решила дать еще шанс в принципе и хорошо что у нее такое дно рваная да то есть есть куда будет водички уходить хочу сейчас в эту миску пересадить вот эти вот гиацинты как раз они у меня проснулись я сейчас аккуратненько выкопаю вместе с комом земли и посажу в эту миску есть у него что тут детки нету вот посмотреть но какие луковки замечательные хотела конечно с пластом земли да ладно сейчас быстренько все выкопаю чем еще удобен такой способ можно в любое место поставить в саду украшать где-то да вот пока пока так пока потому что еще толком для места не продумала я как бы знаю что я хочу понимание есть но еще конечно детали это все не продумано поэтому это кто гусеничка гусеничка кыш поэтому вот будем уже буду начинать сегодня кстати вот эти гусенички можно всех курочкам пособирать да ой какая начну уже сегодня говорится чтобы завтра уже был красивый сад начну прямо сейчас вот в общем цветов хочется красоты хочется пока я это все разработаю все свои 12 суток это нужно тем более одна девушка подружки свою работу у меня своя в общем пока я это все разработаю сейчас мы с вами заодно сделаем композицию красиво мне пришла в голову такая идея сейчас я вам покажу несмотря на то что на улице сегодня сильный ветер но светит солнце в принципе это работать можно в общем я сегодня у мужа на подхвате мы продолжаем обустраивать нашу теплицу перекрывать я работаю и у себя в палисаднике и когда я нужна андрею он меня зовет в общем то я правая рука принеси подай если где-то нужно что-то поддержать или подать в общем как говорится на подхвате вот а в свободное время я продолжаю конечно же разрабатывать свой сад создавать проклеиваем поликарбонат чтобы сверху вот сюда вот в пазы не попадала вода снизу чтобы она вытекала до снизу мембрана а вот здесь вот вот такая лента это для того чтобы вытекал конденсат в общем серенькая дышащая а беленькая не промокашка но нам беленькая ближе к беленькому готова дальше идем сразу складываем чтобы по участку не разлетался мусор снимаю пленку освобождая поликарбонат от пленки окна сегодня солнышко целый день класс у меня появилось окно пока андрею не нужна моя помощь я пошла продолжать делать свою работу в саду ну вот у меня получилось пять ящиков вот немножко есть под вытянутые тюльпаны но я надеюсь они выпрямиться встанут сейчас пока уберу это все в теплицу пусть пока там стоят так чем не осталось так осталось осталось сейчас выкопать розу и пересажу ее пока что в грядку донор пусть пока там сидит этот сезон будет там расти это чем это просто листики а нет вот еще один еще спритку ну для поломала тут у меня где-то еще есть сентябринка я найду выкопаю вот там вот была лилия и сейчас хочу вот это уже накрыть все пленкой чтобы тут не росла трава ну вот на сегодня пока так все тюльпаны выкопала завтра буду с бани доставать коробки пленку он общем все что найду все что я копила за зиму и буду здесь все застилать чтобы заглушить траву пася помощники ты помощничек везде на хозяйстве с нами скучно нам без них а им без нас вот везде эти помощники и ходят ай ты дурачок пошли домой лась сейчас пойдет он домой так я пошла домой готовить еду держи крепче давай давай пей манерная манерная он здесь вот козел на молоко с мясом так пошла тех кормить мой данис не исходите вы с ума то ты посмотри крикун и иду я иду так твою мать вот чем плохо ходить с телефоном идем есть него и где парень парень да где ты тыкаешься то вон молоко то господи у его 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 и куда куда с ногами так сейчас мы этих покормим потом подуем то синьку маласеньку а потом уже милку сначала по меньшинству как говорится начиная самых маленьких самых крикливых и потом на возрастание вот это у нас любит поорать мадам вот если бы ты бы так тихонько бы мекала цены к тебе бы не было а не так как ты обычно глотку свою лужону дерешь что я не взяла с собой сухариками никогда было да сейчас коза не управимся и пойдем курицам а потом кроликам сегодня нам в планах спилить березу вот это вот тасины а вот это милкины разница в месяц примерно или в полтора как-то так до месяц малявочки стоят так видно разница нет вот эта девочка кому лая а вот это мальчик который меня не уходить или я рогатый и все сережками главное всем передался этот сережка но в сережковый ген теку дяди стеки ко мне на руки что ли ты лезешь это тася ходит бродит она не у нас она у нас добрая коза никого не обижает милка авторитет свой показывает как их в кадр то поймать так что же делать-то на сегодня погода вообще супер не давай и малину то жрать конечно пойдут сегодня все в стайку в одну пусть а вон там еще один козлик лежит в куче веток вася побежал бромовское движение такое кто где не поймешь но мы практически покрыли теплицу осталась вот эта вот сторона вот так все водичку уже пьют этот жадный до воды до молока как дурачок все это а и и и и и и и вот сейчас тебе дам вам тоже елочку дать вам тоже дать елочку сейчас дам на горлодерка ой да чудо крикливая коза я прям не могу не знаю не люблю такого вот стоит и орёт я ее уже сюда от окна убрала чтобы она меня не видела гуляет орёт меня видит орёт все время орёт я не люблю этого на уголки поставить и жуй и крика нате еще одни постояльцы пробуйте на зубок сейчас мамка на фигарит вот учитесь от мамы кушайте пробуйте пока не ушла ветка в зрительный зал так сидим тут дома сидим ты гулять не умеешь из-за тебя все дома сидят не надела делать на участке а ты орешь как знают дурная все сидим зайчики побегайчики эти вам витаминки свежие вкусные весенние чё охренел что ли ешь давай дать еще веточку вау лупые а и 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 Продолжение следует... Да, его надо охлаждать, он будет так еще приятнее питься. А ты что, не будешь пробовать? Ну он такой, да, водичка такая. Надо в холодильник, да, и сюда следующую. Ничего ты не понимаешь. Так, какой сегодня у меня фронт работ. Собрали мы вот такой вот крематорий. Это железный ящик от старого генератора советского. Железо очень толстое, в общем, бронебойное. Прогорать будет долго. Что мне нужно? Это наш бывший крематорий развалился. Нужно здесь будет все убрать. Разобрать эти пеноблоки, которые развалились. В общем, все зачистить. И моя задача сжечь вот эту вот кучу. Это козьи, это ветки, которые мы собирали для коз в прошлом году. В общем, они их объедали и мы их в кучку складывали. Они сейчас как раз просохли. В общем, должны быстро сгореть. У нас небольшой ветер. Ну, поработать нужно. Хочу это все убрать. Мне вообще-то нужна площадка полностью зачищенная. Здесь я планирую сделать зону отдыха. В общем, мне надо все это бардачину разобрать и навести красоту. Вот такой вот теперь у нас новый крематорий. Ну, что, сейчас буду жечь потихонечку мусор. Все эти дни ветер был у нас очень сильный. Страшно было жечь, трава сухая. В общем, сейчас тоже, кстати, ветер такой неслабый порывы. Ну, буду следить, стоять потихонечку, подкидывать постепенно. Не сразу всю кучу могу. У меня тут уже подготовила мусор. Ну, и плюс надо будет пограбить тоже все это в кучке. Кое-где у меня уже награблены. Вон там куча лежит около розы. Вот. Буду тоже потихонечку утилизировать. Все ж таки ветер поддувает. Обложила печку с боковых сторон. Вот. А кучка-то потихоньку тает. Почти ничего не осталось. Сейчас еще вот это вот соберу. Ванну нужно будет отсюда утащить, убрать. Вот. Ну, в принципе, програблю всю полянку. И полянка будет готова. Вот такой вот у нас крематорий. Приехали с Оксаной за добычей цветочной. Тут в нашем местном поселке расселили дом. Вот. Здесь много-много всяких разных цветочков посажено. Вот там вот палисадник. В общем, это все равно будет все сравнивать с землей. Мы с Оксаной решили подобывать цветы. Ну, что сможем, то заберем. А. Всяких-всяких. Да. Тут тоже вот что-то. Я не знаю. Эти. Ирисы. Ирисы. А вот эти? Не знаю. Надо копать. Надо копать. Тюльпанчики. Крыжовничек. Оксанка. Сирень. Так. Ладно. Мы дальше будем вот тут все выкапывать. Тюльпанчики. Ну, вот. Такой результат. Итог нашей сегодняшней с Оксаной добычи. Здесь, на самом деле, очень-очень много всего. Тут у нас из перея и жимолости несколько кустов выкопали. В ведрах очень много цветов различных. Сейчас это все мы будем скорее доставать. Делить. В общем. И быстрее-быстрее рассаживать. Там у нас гортензии. Я также поломала несколько кустов. Отделила. В общем. Смородина. Розы даже есть. Классно съездили. Вот. Еще можно было бы покопать. Но мне, Андрюшке, надо было на работу. Поэтому и так все замечательно. Сейчас мы с ней нальем кофейку. Пойдем к ней в беседку. И будем разбирать саженцы. Растения. Пропадет там, конечно, очень много. Там бульдонеш. Сирень. Всякая разная красота. Красивая. Очень много всяких различных пионов. В общем. Тюльпанов полно. Но это мы такое уже оставили. Нарциссы и так подкопали с тюльпанами. Вот. Мы сегодня в ударе. Посадила пока тюльпаны все высадила в ведро. Сразу кучей. Не стала их по отдельности все это рассаживать. Это я сделаю потом уже позже. Осенью. Также посадила розу. Одну с этой стороны. И одна роза у меня. Вот здесь вот. С этой стороны. По бокам. Дальше здесь тоже буду продолжать сажать розы. Один кустик жимолости. Я оттуда привезла куст смородины. Один. Еще один. Что листики подбивают. Надо его еще раз пролить. Здесь у меня еще один куст такой приличный. Большой жимолости. Она причем уже цветет. В кастрюле два пиона корневища. Ну и вот здесь тоже раз ведро. Два ведро. Три ведро. Четыре ведро. Пять ведро. Так с пакета я уже достала нарциссы. Я уже их посадила. Шесть ведро. Шесть ведро. Это флоксы. Выкопала с комом земли. Белые. Должны быть белым цвести. Здесь в ведрах всего-всего как бы. Всего-всего-всего помаленьку. Есть и ирисы. Есть и лилии. Нарциссы. Тюльпаны. Вот я уже говорила. Посадила крокусы. Вот такие какие-то цветочки тоже луковичные. В общем там много чего. Это надо все разбирать сейчас. И все сажать. Вот тоже. Это по-моему хризантемы. Хотя возможно я может и ошибаюсь. Я особо не такой цветовод профессионал. Я только начинающий. Тут у меня и мальва есть. В общем всего по чуть-чуть. Вот здесь тоже мальва. Вот тюльпанчик один забыла посадить. С луковицей сейчас куда-нибудь присажу. Так это у меня тоже пион корневища. А это я срезала веточки бульдонежа. Буду их укоренять. Там такой большой куст, большое дерево. Конечно же его уже не выкопать и в машину он не влезет. Мы его увезти не смогли. Но нам сказали, что вы можете насрезать себе веточек. Потому что там все равно бульдонеж пропадет. И их как бы укоренить. Вот так же я еще отрезала там две веточки крыжовник красный. Женщина, которая разбивала там сад. Она вместе с нами тоже это все подкапывала. Вот она сказала, что она именно этот крыжовник так же вырастила с веточки. Вот она себе сломала веточки и нам сказала наломать. Что я еще привезла с того сада? Вот это форзиция. Вот она уже цвела. Вот куст. Куст форзиции. Бадан. Там опять-таки тоже немножко флоксов. Ой, флоксов эти. Нарциссы. Нарциссов много. Ой, смотрите, у меня уже гиацинтики начинают зацветать. Какая прелесть. Какая прелесть. Так, это колесо я уберу. У меня здесь какие-то цветочки были тоже посажены. Вот эти вот. Вот они тут что-то. Черно придется убирать. Я их вытащу. Не буду держать колесо ради этих цветов. Аккуратненько извлеку. Вот этот вот квадратик можно еще перекопать и сюда что-нибудь насажать. Я присадила только. Сегодня успела. Вот этот вот букетик с нарциссами. Прям вот так же пучком. И вот там вот. Вот. Все. Это у меня палочки. Это гортензия. Смотрю. Хотела выкопать. Смотрю, вся живая. То есть пошли у нее. Думала, не прижилась. Я ее в прошлом году сажала. Но смотрю, пошли у нее зеленые эти отростки. Ростки зеленые. Все. А вот еще здесь рябчик посадила. Там, кстати, в ведрах тоже рябчик есть. В общем, я пошла сажать. Быстренько, быстренько. Потому что уже стоят мои саженцы в воде. Второй день получается. Вчера дождь со снегом у нас был. Или снег с дождем. А вот тут еще у меня розочка. Еще одну тоже отмокает. Вот. Так что надо все присадить быстренько. Ну, насколько сегодня успею. Вот еще. Еще, еще. Так. Тут мои молодилки. Три штучки. И еще вот такой вот посадила. Сокуленсик. Ачиток. Тоже там же. Подкопнула. Посмотрим, как он цветет. Что он из себя представляет. Вот. Незабудка у меня, кстати, так разрослась. Посмотрите. Вот здесь незабудка. А сажала ее вот, ну, как бы, тоже в колесо. Я колесо убирала. И обложила эту землю камнями и мхом. Чтобы трава не перла. Но трава все равно растет. Надо что-то будет переделывать. И вон, смотрите еще. Вот он. Тоже незабудка. Туда пошла. Это виола, скорее всего. Вон тут незабудки. Вон. Маленькие отросточки. Короче, мощно она у меня так заполоняет. Ну, цветет она классно. Вот. Очень долго, обильно. Красиво. Прямо такое облако голубое. Офигенское. Ладно, все. Я поскакала. Сейчас еще надо место найти. У меня ведь ничего не продумано. Куда сажать? Где будет лучше смотреться? Я так решила, абы куда приткну, лишь бы все прижилось. А дальше уже со временем буду как-то вот потом рассаживать, пересаживать. И делать какие-то такие композиции. Сейчас пока не до того. Вот тут у меня доска лежит. Это у меня помечены лилии. Раз. Два. Три. В трех лунках. Тут тоже лилии присадила. Это отчиток. Но это другой. Тот немножко другой. Тот помельче листики. Так. Вот здесь пока ничего не сажала. У меня здесь где-то есть хоста. А где именно? Я боюсь ее перекопать. Жду, когда она выйдет. Буду сейчас куда-нибудь тыркаться в свободные места. Все. Выкручил. У меня аж руки трясутся. Завалили мы нашу березоньку. Я сейчас ее толкала вот этой вот доской. Подпорка была на ногу. Ну и вот эту вот подкладывала сюда на ногу. И толкала. Да. Угу. Угу. Ну так. Слушай. Нормально так толкать? Ветер помогает. Ну. Хорошо сейчас ветра не было. У нас такой ветер сильный. Но Андрея, видишь, сейчас приперло свалить березу. Нет? Да. Потому что я ему весь мозг вынесла. Мне надо здесь пионы сажать. Пионы. Вот. Ну что? Козам, кроликам куча еды. Жалко, конечно, березку. Но пришлось ее валить. Она здесь в фундаменте росла. То есть, она все равно в любом случае мешала. Здесь у меня в будущем будет сад. В общем, ее надо было валить сейчас. Потом бы уже, не знаю, было бы ее нам не свалить. С этой стороны у нас теплица. В общем, ну куда бы она падала? Либо на огород. Она мешает, да. Фундамент? Ну да. Ветер дует. У нас вообще весь дом ходуном из-за нее. Она качает дом. Бедная березонька. Ну что ж, что ж. Да. Была вот такая тоненькая. Ну, тонюсенькая совсем. Да. За 7 лет где-то. Ну вот. Куча дров. Потом сделаю. А, наточи цепь и сделай мне вот такой толщины спилы. Если найду, очевидно. Да. Хочу взять подставки под горячее. Если ее в сторону увозят. Да. Вон. Что, выпускаем козюль? Выпускаем. А, как хрупалит. Что-то сёк вкусно. Веники, конечно, мы уже с нее не поделаем. Вот. Ну. Что, добушка? Добик. Иди давай. Поешь веточки. Так. К розам не ходить к моим. Вот. Чисто вас сюда погулять. Ветки поесть выпустили. Пусть все гуляют. Пусть все гуляют. Пусть все гуляют. не будут жрать. Давайте вперед. Добики. Тась, иди кушай. Потом, если что, можно нарезать им веточек. так вот нет чтобы ветки жевать молодые сочные с соком 8 козлов ну двоих убрали было бы 10 милая куда погнала ее в огород мне весело как в дурдоме весело как в дурдоме ты чехну я тут сейчас под замес попаду походу так дайте мне где-нибудь встать-то то есть у нас еще чистится после родов ничего страшного милка мила на тебя бесит да мне тоже она бесит орет все время тихо 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 добики тихо а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Все, пустой ствол Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас их отливаю, посмотрим, что получится Пока как-то так по наитию Естественно, все будет переделываться потом со временем Доводиться до какого-то идеала А сейчас пока как-то так Главное начать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok